Новости в эфире. В студии Гульнара Жандагулова. Сурдоперевод Хасан Исраилов. Больше 6,5 тысяч человек, пострадавших в результате паводков, остаются в пунктах временного размещения. Такие данные озвучили на брифинге СЦК представителей МЧС. Больше 38 тысяч жителей уже вернулись в свои дома. Кроме того, часть спасателей, ранее направленных в Североказахстанскую область для ликвидации последствий стихии, возвращаются на места постоянной дислокации. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах участвует больше 20 тысяч человек. При этом в СКО, где подтопленными остаются больше 3,5 тысяч домов, ситуация, по словам специалистов, постепенно стабилизируется. Пик паводка в Петропавловске прошел. Остаются эвакуированы 13 624 человек, из них 3 396 детей. В пунктах временного размещения населения в данный момент прибывают 906 человек, из них 159 детей. Остальные размещены у родственников. Эвакуированные люди размещены в 13 пунктах временного размещения населения в областном центре и в районах. Из них 5 в городе Петропавловске, в основном в общежитиях, и 8 в районах. У них достаточно комфортные условия. В Западноказахстанской области удалось предотвратить подтопление 84 населенных пунктов. На паводкоопасных участках были задействованы больше 2000 спасателей и военнослужащих. Они прибыли в зону УЧС из 14 регионов страны для проведения берегоукрепительных работ. Слова о благодарности участникам ликвидации паводков в торжественной обстановке выразили Акимобласти и вице-министр ПУЧС. Пожароопасный период начался в Восточно-Казахстанской области. Спасатели зарегистрировали больше 100 случаев возгорания травы и мусора. Основная причина – нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение граждан с огнем, говорят в местном ДЧС. Для предотвращения пожаров в области созданы 40 мобильных групп, куда входят пожарные и местные исполнительные органы, полицейские и лесники. Спасатели также проводят профилактику с главами крестьянских хозяйств, населением и предприятиями. За допущенные нарушения 4 гражданина были привлечены к административной ответственности по статье 410 и 336 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Напоминаем, что в пожароопасный период строго запрещено сжигание травы, разведение костров в лесах и неосторожное обращение с огнем. Просим граждан проявлять бдительность. Противопожарную службу переоснащают в Баяно-Аульском национальном природном парке. Огнеборцы заповедной зоны уже пользуются малыми лесопатрульными комплексами и имеют в арсенале прицепы-водовозы. Сейчас они ждут новые автоцистерны и другую специальную технику. Ирбул Абишев расскажет подробнее. Началось возгорание, хватали 25 датчик-сиренов. Сигнал пожарной тревоги в Баяно-Аули слышать нечасто, но пропустить момент возгорания в заповедных горах чревато необратимыми последствиями. Поэтому экипажи лесопатрульных комплексов всегда на чеку. Мы получили три на базе УАЗ ЛПК, малый лесопатрульный пожарный комплекс, оснащенные емкостью для воды с мотопомпой. Достаточно мобильно и там же внутри мы поместим ранцы, хлопушки. Пожароопасный сезон 2024 года в Баяно-Аули начался спокойно, но работа по предупреждению возгорания идет полным ходом. Эти учения национальный парк отрабатывает вместе с силами ЧАЭС и местными исполнительными органами. Именно слаженные действия, уверены огнеборцы, обеспечивают успешное тушение огня. Первые прибывшие силы средства оценив обстановку и принимают решение о привлечении дополнительных сил и средств. Далее силы департамента ПЧС Полдарской области оказывают взаимодействие при организации бесперебойной подачи воды. Также в случае выявления дополнительных очагов пожара приступает к тушению пожара. Переоснащение пожарной службы Байнеузского нацпарка идет с прошлого года. На Страже леса уже новая техника. Скоро прибудут еще четыре специальные машины. И одна из приятных перемен, что пожарный сезон здешние огнеборцы начали в новом обмундировании. Ербулабишев, Давред Кушхарбаев из Павлодорской области, 24 КИЗ. Экологический патруль «Горячую линию» по охране окружающей среды и чистые игры предлагает создать молодежь из Каменогорска. Они уже активно реализуют свои проекты. К примеру, перерабатывают стекло, керамику, создают из вторсырья изделия для дома и учат о раздельной сортировке мусора. В рамках акции «Таза» Казахстан намерены усилить эко-работу. В этом году для этого появились и новые возможности. В регионе в несколько раз увеличили финансирование молодежных стартапов. Подробности у Анны Лисенбердиной. Хорошее настроение и перчатки. Таков набор необходимый для очередной экологической операции. Жительница Усть-Каменогорска и эко-активист Людмила Евженкова так каждый день идет спасать мусор. Картон будем спасать, специализированный контейнер. Смотрим, что еще есть. К слову, находится в баках много всего интересного. Правда, не в тех, что нужно. В областном центре уже несколько лет пытаются внедрить систему раздельного сбора отходов. Но идею поддерживают не все. Алюминий, да, например, вот есть алюминий в желтые контейнеры, а лучше фандомат. Поэтому сейчас важно развивать в обществе экологическую культуру, считает Людмила. Сама она за разумное потребление и переработку вторичного сырья. Даже запустила стартап, использованное стекло и разбитую керамику превращает в сувениры и товары для дома. Вот эта акция экологическая, которая запустилась в ТАЗА Казахстан, все направлено на то, чтобы решить глобальные вопросы касательно загрязнения, ТБО. И это уже не только просто убрать что-то, да, с глаз долой, с сердца вон. Это уже и более такая углубленная история. Что с этим мусором делать потом? У молодежи региона на этот счет свои идеи. Они готовы взяться за решение проблемы комплексно. К примеру, обеспечить уже действующий завод сортировки мусора необходимым сырьем. Для этого намерены открыть пункты приема отходов по городу. В планах также создать горячую линию для жителей и специальное приложение, где будут фиксировать эконарушения и запустить службу экологического патрулирования. Инспектора также будут выезжать на природу, потому что на природе тоже очень много людей мусорят. К сожалению, будут фиксировать их, представляться, желать хорошего отдыха. Но говорить, вот мы вас зафиксировали, извольте после себя вот эти все пакеты убрать. Потому что завтра пролетит наш дрон или проедет машина, и если тут останется мусор, штрафы придут к вам. Кроме того, в городе начинают масштабный проект «Чистые игры». Его задача собрать не просто субботники, а организовать эко-квесты с участием от 100 до 200 человек, с победителями и призовым фондом. Главное, что инициативы молодежи в регионе готовы поддержать. Мы должны как минимум в рамках нашего поручения с 500 тысяч до 5 миллионов увеличить финансирование в районах. То есть в районном бюджете как минимум такие деньги должны быть. В этом году мы, если в прошлом году финансирование наше областное составляло где-то порядка 23-3 миллионов, в этом году мы увеличили до 70 миллионов. И деньги пойдут не на организацию форумов и собраний, а именно на реализацию проектов. Анна Рисенбертина, Жиреваканов, Усть-Каменогорск, 24КЗ. Судебным разбирательством закончилась реализация проекта по обустройству детских площадок в Жасказгане. Их состояние и техническая безопасность много лет вызывало нарекания у жителей. Наконец, в прошлом году на строительство игровых зон для детей выделили 1 миллиард 200 миллионов тенге. Но родители до сих пор опасаются отпускать своих детей во двор, так как рушатся теперь уже новые сооружения. Акимат города обратился в суд, чтобы заставить подрядчиков исправить недоделки. Сооружать детскую площадку в одном из дворов Жасказгана начали еще осенью прошлого года. С наступлением зимы работу приостановили. А по весне подрядчик отчитался о завершении строительства. Однако новые игровые сооружения добавили родителям еще больше хлопот. Буквально вчера одна из конструкций упала ребенку на ногу. К счастью, обошлось без серьезных травм. Все сломано, все разваливается. С этим надо что-то делать, иначе до беды недалеко. Тендер на обустройство детской площадки именно в этом дворе выиграла строительная компания из Астаны. По словам заказчика, качество не соответствует техническим требованиям. Более того, подрядчики не завершили оговоренный объем работ. Детскую площадку во дворе дома Есимберлина, 57, строила ТО-компания Арнаекурлос. Работы начали в 2023 году, но не завершили. Сооружения, которые они поставили, не соответствуют технике безопасности. Мы направили им свои претензии, чтобы решить вопрос в досудебном порядке. Ситуация с другими подрядчиками обстоит не лучше. Всего по городу должны были возвести 84 детские площадки. На их строительство в прошлом году выделили 1 миллиард 200 миллионов тенге. За лето успели завершить лишь 30. Но половина из них оказалась непригодной для использования, рассказали в Акимате. Более того, площадки представляли опасность для детей. В конечном итоге заказчик отказался принимать объекты и подал заявление в суд. Мы дали им предписание, чтобы установили недостающие элементы, восстановили разрушенные части. Здесь, например, должен быть забор. Сроки гарантии на заново установленные сооружения должны быть возобновлены. Некоторые элементы не соответствуют утвержденному проекту. Подрядчики явно экономили, где-то увеличили, где-то уменьшили размеры сооружений. Мы требуем, чтобы они вернули государству неосвоенные средства. Местные власти ждут, что суд обяжет подрядчика выполнить свои договорные обязательства. А пока объявлен тендер на строительство еще 30 игровых и 18 спортивных площадок. Теперь контролировать качество строительных работ намерены общественные активисты. В одном из сел Туркестанской области затянулся капитальный ремонт школы. Здание в селе Жолбашэ простаивает. Работы на объекте начали два года назад. А завершить должны были в декабре прошлого года. Учебные заведения до сих пор не сдали в эксплуатацию. Почему школа не готова принять учеников, выясняла Катерина Попкова. В школе села Жолбашэ внеплановое родительское собрание. Но обсуждают здесь не учебный процесс, а капитальный ремонт. Местные жители говорят, что с трудом добились его начала. А теперь они не могут дождаться завершения. 10 января пришли сюда учиться. Радовались. Вот вы сами понимаете, маленькие, новая школа, мы там будем учиться. За парты здесь должны были сесть более 100 учеников. На время ремонтных работ их разместили в соседнем здании. И всё бы хорошо, говорят родители, если бы не одно «но» – безопасность. Тут дорога узкая, машин много, тротуара нет, освещения нет. Многие дети вынуждены учиться после обеда, до самого вечера. А зимой рано темнеет, боимся за них. В Акимат обращались, там только обещают. Поставить хорошую оценку строителям отказался сам заказчик, отдел образования. Работу в декабре у них не приняли. Если дело с мёртвой точки не сдвинется, то обещают судиться с подрядчиком. К слову, из бюджета на ремонт было выделено 56 миллионов тенге. Мы получили гарантийное письмо, что подрядчик полностью доведёт работы до конца. Он хотел в декабре, но мы были против, потому что холода. Кроме того, есть гарантийные сроки – три года. Сам же подрядчик пояснил, что всё затянулось из-за проектно-сметной документации. Не было учтено усиление фундамента. По факту работы получилось больше. За свой счёт компания также возвела уборную и котельную. Закончить все работы по объекту обещают, как только освободятся. Согласно сайту госзакупок, у подрядчика сразу несколько действующих договоров, среди которых есть капитальные ремонты в других школах Сарагашского района. Катерина Попкова, Самат Нагашбекула, Туркестанская область, 24КЗ. Животноводы пытаются сохранить дегересскую породу овец. Её начали выводить почти век назад, но официально вид был зарегистрирован в 1980 году. Тогда поголовье составляло 130 тысяч. Но теперь осталось не больше 6 тысяч овец. С подробностями мои коллеги. Жителю села Миялы Аскару Сейдахметову при расформировании совхоза в качестве пая достало 60 голов дегересских овец. Сейчас в его хозяйстве их насчитывается более 500. Дегересские овцы весят более 100 килограмм. Их шерсть отличается высоким качеством. Ещё одним большим преимуществом специалисты считают выносливость. Они адаптированы к суровым климатическим условиям. Но, по словам животноводов, их количество катастрофически сокращается. Это мясо шерстная порода. На мясо, конечно, спрос большой. Но пунктов приёмов шерсти у нас вообще нет. Нет правительственной поддержки. Создали бы завод по переработке шерсти. Тогда был бы спрос. Аскар Сейдахметов прикладывает все усилия, чтобы приумножить число дегереских овец. В этом году его стадо увеличилось ещё на 270 голов. В сельском округе Миялы есть ещё одно хозяйство, где разводят эту породу овец. Там имеется более 5000 голов. По мере возможности стараемся поддерживать хозяйство, чтобы сохранить поголовье. На выведение дегереских овец учёные потратили почти полвека. Для их сохранения животноводы предлагают включить этот вид в список ценных пород домашнего скота. В таком случае полагается субсидия, и хозяйства будут заинтересованы в разведении овец этой исчезающей породы. Асиль Абдекалыкова, Ордак Айбарулы, Аяду Симбаев, Алматинская область, 24 Кизы. 20 человек погибли в результате пожара на складе боеприпасов. На западе Камбоджи ещё десятки получили ранения разной степени тяжести. Повреждены три десятка жилых домов, расположенных неподалёку. Идёт эвакуация местных жителей. Огонь до сих пор не удается взять под контроль. Власти пообещали предоставить финансовую помощь семьям погибших солдатов в размере 20 тысяч долларов. Сильный торнадо обрушился на провинцию Гуандун на юге Китая. Основной удар стихии пришёлся на город Гуанчжоу. Погибли пятеро человек, ещё 33 пострадали. Повреждены сотни домов, а также линии электропередачи. Полтора миллиона жителей остались без света. Метеорологическое бюро присвоило смерчу третий уровень интенсивности из максимальных пяти. В регионе продолжаются спасательные работы и идёт ликвидация последствий стихии. В Индонезии проснулся вулкан Семеру. Сразу четыре извержения. За сутки произошло на востоке острова Ява. Шлейф из горячего пара и пепла поднялся на километровую высоту. Эвакуированы сотни человек. Информации о жертвах нет. Большинство дорог там сейчас закрыты. Власти рекомендуют местным жителям не приближаться к горе на расстоянии ближе пяти километров, так как существует угроза выброса вулканических камней. В Казахстан с официальным визитом прибыла парламентская делегация Сингапура. Её возглавляет спикер законодательного органа этой страны Мсеа Киань Пен. Сегодня гости провели встречу с руководством Алматинской области. Обсуждался проект строительства в регионе города Алатау-Сити. А также вопросы двустороннего сотрудничества в различных отраслях экономики. Подробности у Григория Беденко. За последние три года товарооборот между Казахстаном и Сингапуром вырос более чем в 16 раз. В настоящее время сингапурские инвесторы вложили в нашу страну около 1 миллиарда 700 миллионов долларов США. Среди регионов Казахстана Алматинская область является ведущим экономическим партнером Сингапура. Особое внимание уделяется строительству города Алатау-Сити. Сингапурский бизнес заинтересован в этом крупнейшем инфраструктурном проекте. Концепт генерального плана города Алатау был разработан сингапурской компанией, и мы рассчитываем, что сингапурский и международный бизнес будет активно вовлечен в практическую реализацию данного проекта. Сингапурские парламентарии во главе со спикером Сиа Киань Пеном сегодня детально ознакомились с планом строительства Алатау-Сити. Как отметил в ходе встречи Акима Алматинской области Марат Султангазиев, эта тема вызвала у гостей неподдельный интерес. Основной вопрос, который их интересует, это развитие нашего города Алатау. И данный проект, достаточно такой живой интерес проявляется со стороны их парламентариев. Я думаю, и в том числе и бизнес будет заинтересован, потому что этот проект, он ввелся, мастер-план готовился с участием сингапурской компании. В ходе встречи также обсуждались другие возможности экономического сотрудничества. В краткосрочной перспективе это сельское хозяйство, в долгосрочной – альтернативная энергетика, ЖКХ, образование и многое другое. Григорий Беденко, сержант Жумабаев, Алматы, 24КЗ. Парижский музей Лувра планирует временно убрать картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в хранилище. По словам руководства музея, в последнее время они получают множество недовольных отзывов от гостей касательно зала, где находится полотно. В связи с чем здесь решили выделить для этой работы отдельное пространство. А картину пока снять с привычного места. Каким будет новый зал для «Мона Лизы» пока не раскрывается. Известно, что его соорудят в рамках общей реконструкции, которая оценивается в целом в 500 миллионов евро. Французы объявили войну так называемой «быстрой моде». Первыми в мире массовое производство некачественной дешевой одежды серьезно усугубляет экологические проблемы. Поэтому Франция на национальном уровне принимает закон, который коснется и производителей, и потребителей. Алиас Сыздыкова продолжит тему. Ультрабыстрая мода, экспресс-мода или даже мода на выброс. Во французском языке сегодня наберется немало эпитетов для нового феномена сверхпотребления одежды. Статистические данные шокируют. Если пару десятилетий назад средний житель страны покупал за год 30 вещей, что в принципе немало, то сегодня потребительская корзина выросла до почти полусотни артиклей. Остановить эпидемию моды на выброс призван новый закон. Это остается малоизвестным, но текстильная индустрия сегодня представляет примерно 10% от всех выбросов парниковых газов. И к 2050-му может достичь 26%, если сегодняшняя тенденция потребления продолжится. Кроме того, полиэстер – это самый производимый материал, требует ежегодно 70 миллионов баррелей нефти, в то время как хлопок – первая растительная альтернатива синтетическим волокнам – является главным потребителем пестицидов в мире. И даже покраска тканей проводится с использованием токсичных веществ, которые попадают в водную среду. Новый закон вводит ограничения на рекламу, но также повысит стоимость дешевой, неэкологичной одежды с тем, чтобы снизить цену на товары, произведенные с соблюдением всех норм. Закон против быстрой моды направлен на защиту не только экологических, но и во многом экономических интересов французов. За последние 30 лет в индустрии одежды количество рабочих мест сократилось в три раза. Причина – страну заполонил дешевый импорт, который в последние годы особенно активно попадает сюда через международные торговые площадки. Среди французов винтажные вещи всегда были актуальны, но в последнее время все чаще молодежь выбирает секонд-хенд. Дизайнер Гульнур Мамежанова свой парижский бутик недавно переориентировала с торговли сугубо авторскими коллекциями, добавив стойки с люксовой, но бывшей в употреблении одеждой. И на такой товар с удовольствием заглядываются и парижане, и многочисленные туристы. Во-первых, я очень поддерживаю этот закон. Как говорят казахи, без транжирства. После ковида мы потихоньку движемся к качественной жизни, будто в части еды или одежды. Старую одежду не выкидывать и не транжирить. Носить дорогое, но качественное. Французы очень ценят осознанное потребление. Тенденция донашивать, а не выбрасывать с государственной поддержкой должна стать по-настоящему массовой, верят авторы закона. С новыми правилами дорогая одежда будет чуть более доступной, а ее ремонт уже сейчас частично оплачивается специальными бонусами из бюджета. Алиас Аздыкова, Руслан Амиржан, 24КЗ, Париж, Франция. Казахстанка Елена Рыбакина вышла в четвертый круг турнира WTA в Мадриде. В двух сетах она уверенно победила 72-ю ракетку мира Майяр Шериф из Египта. Счет встречи 6-1, 6-4 в пользу казахстанки. В следующем матче на турнире Рыбакина сыграет Сарой Бейлек из Чехии. Добавлю, победы на турнире сегодня добилась и другая представительница Казахстана Юлия Путинцева. Она обыграла американку Каролайн Доулхайт. В Астане прошел забег «Единство». В массовом марафоне участвовали почти 2000 жителей столицы и не только. Спортивные мероприятия организаторы приурочили ко Дню единства народа Казахстана. Ранним воскресным утром жители столицы не дремлют. В свой привычный выходной день они начали со старта в массовом забеге. Участникам марафона благоволит и погода. В рядах бегущих как взрослые, так и дети. Это было легко, потому что у меня еще была куча марафонов перед этим марафоном. Мы там бежали 2-3 километра, но легко. Очень веселый, хороший забег. С утра настроение поднимает. Да, я впервые участвую в марафоне. Мне очень понравилось, подняло настроение. Я до этого марафона пробегал вторым. Сейчас вот толпа, так как была, прям большая толпа, вторым пробежать не получилось. Забег начался с территории выставочного комплекса «Экспо». Марафонцы испытали свою силу и выносливость на четырех дистанциях. 21, 10, 5 и километр. Среди участников полторы тысячи взрослых и 300 детей. Забег на 5 километров пробежал вообще отлично. Я уже четвертый-пятый год занимаюсь спортом. У меня в копилке 62 медали, два кубка. Так что я хочу, чтобы все молодые брали пример с нас. Дома не сидите, занимайте спортом. И показывайте пример остальным. Я участвую в забеге на 5 километров. Чувствую себя отлично. Хочу пожелать всем казахстанцам вести здоровый образ жизни и выполнять различные физические упражнения ежедневно. Ведь это помогает не только поддержать физическую форму, но и развивать ментальное здоровье. Организатором марафона стала Ассамблея народа Казахстана при поддержке Федерации триатлона города Астаны. Подобный забег сегодня прошел в 15 областях, где участвовали 15 тысяч любителей спорта. Наше мероприятие посвящено нашему единству и здоровому образу жизни. Мы бы хотели этой акции поддержать наших многочисленных волонтеров Ассамблеи. Их около 12 тысяч, которые сейчас на западе и на севере страны помогают тем, кто подстрадал от паводков. И это наша поддержка нашей Ассамблеи акции «Журюк Тенжурюке» от сердца к сердцу, которая сейчас идет во всех регионах. Делаем здоровый образ жизни популярным, доступным для наших граждан. И я надеюсь, что постепенно эта традиция будет развиваться. У нас есть в планах провести на следующий год полноценный крупный марафон на 42 километра. Победители большого марафона получили денежные сертификаты, а все участники – памятные медали. Для спортсменов подобные забеги – возможность побить личные рекорды, а также своим примером привлечь к массовому спорту как можно больше людей. Эльвира Аликирова, Наурсбай Курмангазе, 24КЗ. Ну и к данному часу это вся информация. Спасибо, что смотрели нас. Субтитры создавал DimaTorzok